МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Сейчас 19.00, а значит, в прямом эфире новости седьмого канала. В студии Горги Аргиан и коротко о главных событиях дня. Итак, депутат Госдумы предложил бесплатно раздавать россиянам продукты с истекающим сроком годности. Да, да, да. Теперь все-таки добавим. В чем проблема? Готовы ли красноярцы питаться просрочкой? Свиной грипп снова в Красноярске. За неделю к врачам обратились больше 10 тысяч человек. Эпидемиологический порог превышен почти в полтора раза. Новые игрока футбольного Енисея обвиняют в изнасиловании. Синегайцы неоднократно подозревали в преступлениях в Норвегии. Климат-контроль, видеонаблюдение и система обеззараживания воздуха. Все равно, что пересесть в Жигулейную, хорошую иномарку. Ну, как тут можно сравнить? Железнодорожники показали шесть новых вагонов городской электричкой. Итак, красноярцы стали чаще болеть ОРВИ. К нам пришел так называемый свиной грипп. Эпидпорог в городе превышен на 44%. Только за неделю к врачам обратились больше 10 тысяч человек. Большинство заболевших школьники, но эпидемии нет, утверждает Роспотребнадзор. Почему, расскажет Альфия Ерьмеева. Аптечка. Аптечная укладка, которая всегда со мной, потому что вдруг ребенку придется оказывать неотложную помощь. Ну, например, жароподвижающую всегда здесь с собой ношу. Все 10 вызовов педиатра на дом сегодня связаны с ОРВИ. Собирается Валерия Шпис основательно. Ее участок внушительный. Быстро обойти всех пешком не получится. Это при том, что среда традиционно не самый загруженный день. Чаще всего врача вызывают после выходных. В понедельник может быть больше 30 заявок. У ребенка температура 39, с кашлем. И далее у нас с вами идут ОРВИ, температура 38,5. За последнюю неделю января к врачам обратились 20 тысяч жителей Красноярского края. Сколько среди них случаев гриппа, в Роспотребнадзоре не говорят. Между тем, рост заболеваемости сейчас фиксируют по всей России. Эпидпорог перешагнули 43 региона страны. В основном, это итог циркуляции вируса свиного гриппа. Девочек собирала в садик, смирила всем температуру. У двух нормальная, у одной температура 37,1. Решила ее повезти в больницу. Мы пришли в поликлинику, нас послушали и сказали, что подозрение на пневмонию. Сейчас от гриппа и ОРВИ страдают в основном дети. Но в Роспотребнадзоре заявили, что это не эпидемия. Ее фиксируют в тот момент, когда заболевших критически много среди всех возрастов. В Красноярске так было 10 лет назад. Про эпидемию мы пока не говорим. Мы говорим о том, что у нас действительно наступил, как мы и прогнозировали, подъем заболеваемости. И мы прогнозируем, что он будет в средней интенсивности, очень короткий по своему периоду. Потому что у нас на территории края привито более 40% населения. У нас привитые не болеют. Все те, к которым лиц обратились за медицинской помощью в организации, они не привиты против гриппа. По прогнозам, среди школьников скоро будет еще больше заболевших. Сейчас они на вынужденных каникулах из-за холодов. Сильные морозы, которые задержались в Красноярске почти на неделю, тоже могут отразиться на статистике. Причем положительно. Ведь когда на улице такой холод, люди стараются меньше выходить на улицу. И, соответственно, меньше шансов подхватить болезнь. Альфия Ремева, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Если у вас есть новости, пишите на вайбер и ватсап седьмого канала. Номер 8-391-29333. Мы постараемся помочь. В соцсетях бурно обсуждают снимок со сбора Оргкомитета Универсиады. На главном экране зала, где проходило торжественное мероприятие, красовалась надпись с ошибкой. Слово «Навстречу» написано раздельно. Дирекция Игорь признала оплошность. Нам на самом деле безумно жаль, что случился факт вот такой опечатки. Тем более на таком хорошем торжественном мероприятии. Естественно, это недоработка отдельных специалистов. На будущее мы с ними такую работу разъяснительную провели. Будем привлекать дополнительных корректоров, которые будут дополнительно еще высматривать и редактировать все эти материалы. Красновец уже не в первый раз обсуждает подобные ошибки. Ранее многочисленные опечатки заметили на указателях и на русском, и на английском языках. Тогда свой промах признали городские службы. К другим темам чаще всего на холод в квартирах жалуются жители Октябрьского района. Меньше всего обращений из центра. Это итог первого дня работы горячих линий по отоплению. Жалобы еще будут принимать до конца недели. Телефоны горячих линий районам вы сможете посмотреть на сайте администрации. О других новостях в двух словах расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красноярская пятиклассница Анна Кучина изобрела лифт с магнитной системой для эвакуации при пожаре. Его можно устанавливать на стенах здания от первого до последнего этажа рядом с окнами и балконами. Жители дома должны надевать специальное оборудование и по одному спускаться вниз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбольный Енисей подписал сенегальского полузащитника Бабакара Сара, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет портал sports.ru. Игрок перешел в красноярский клуб из норвежского Мельде. В конце прошлого года его задержала полиция. Он в течение 12 часов давал показания. Также стало известно, что Сара уже дважды до этого обвиняли в изнасиловании, но оба раза дело закрывали из-за недостатка улик. В августе норвежский суд признал, оправдал футболиста, но тем не менее обязал выплатить 15 тысяч евро потерпевшей. Игроки Мельде растогли контракт по соглашению сторон в январе. Связано ли это с выдвинутыми обвинениями, неясно. 14 февраля в Норвегии состоится новое заседание суда. Когда Сар присоединится к Енисею и вообще детали контракта неизвестны, до руководства красноярского клуба дозвониться сегодня не удалось. Электрички нового поколения тем временем появились в Красноярске. По словам железнодорожников, в плане комфорта они ничем не уступают самолетам. В вагонах установили климат-контроль, несколько режимов освещения и обеспечили звукоизоляцию. Во время студенческих игр эти электрички будут курсировать по особому расписанию до спортобъектов. Когда запустят первые рейсы и что ждет электропоезда после универсиады, знает Елена Саткеева. Места для крепления велосипедов, что в городе очень важно, а многие предпочитают передвигаться на велосипедах. Удобно, красиво, а главное надежно, рассказывает машинист-инструктор с 13-летним стажем Алексей Смоляк. Говорит, когда почти 35 лет назад впервые сел за пульт, даже не представлял, что сегодня будет управлять одним из самых модернизированных электропоездов страны. Это все равно, что пересесть Жигулей на хорошую иномарку. Комфортно, удобно, все для человека сделано. Продумано. Внешний вид состава тоже кардинально изменился. Форма электропоезда стала более обтекаемой. Внутри установили мягкие сидения, изменили конструкцию дверей и соединения вагонов. Уделили внимание и удобству пассажиров с ограниченными возможностями. Для них таблички в вагонах дублируются шрифтом Брайля. В туалетах установлены поручни, а у входа в вагон удобный подъемник. Вагоны хорошо оснащены и с технической точки зрения. Помимо звукоизоляции, здесь работает климат-контроль, система обеззараживания воздуха, а также ведется видеонаблюдение, как в тамбурах, так и в салонах. В свой первый рейс электричка отправится уже сегодня до Девногорска. Всего модернизированных электричек 6 электропоезда во время универсиады будут курсировать по особому расписанию. Всего будет 160 рейсов. 20 из них исключительно до спорт-объектов по времени начала и окончания игр. Эти составы пригородных поездов на период универсиады будут использоваться в основной массе на дополнительных, то есть для перевозки пассажиров, для перевозки клиентских групп, для пассажиров, которые приехали на соревнования. Железная дорога готова к проведению универсиады со 2 по 12 часов. На экскурсии побывал и глава города Сергей Еремин. Он сравнил современный электропоезд с космическим кораблем, дизайн и функционал которого приятно удивил мэра. Мечты становятся реальностью. И вот 6 электропоездов по уровню комфорта они сегодня соответствуют самым современным аэроэкспрессам, которые работают на самых мощных направлениях, в том числе нашей столицы. Сейчас в парке Красноярской железной дороги 37 электропоездов, в том числе и эти машины нового поколения. После универсиады они останутся здесь и будут курсировать по маршрутам городских электричек. Елена Саткеева, Илья Сенкевич, 7 канал. Инициатива с душком. Депутат от «Единой России» предложил раздавать товары с истекающим сроком годности бесплатно. Таким образом, народное избрание хочет помочь нуждающимся. Готовы ли россияне питаться просрочкой и почему сбывать залежавшиеся продукты беднякам выгодно, расскажет Денис Козлов. Покупатели этого прилавка с просрочкой лица от камер прячут. Людмила Ивановна на «Коростец» приехала не от хорошей жизни. Пожилая женщина рассказывает, пенсия маленькая, не хватает денег даже на продукты. Конечно, не хватает денег. Мы пенсионеры, какие деньги? Даже на лекарства не хватает. Какое там можно? Вот я лекарства не купила, пришла сюда хоть подешлить, еще и вкусное, и нужное. Сколько пенсии у вас? Господи, 11 тысяч. Мы им очень благодарны. Правда, ребята. Тут все как в супермаркете. И выбор большой, и этикетки такие же, только цены ниже. Молочка, рыба, полуфабрикаты. Есть даже вот такие вот салаты. Срок годности истек несколько дней назад. Продавцы уверяют, что продают в несколько раз дешевле, чем в магазине. Ну а некоторые продукты даже отдают бесплатно. Бывает просто истек срок реализации, но срок годности еще не истек. То есть продавать в магазинах уже нельзя, но срок годности еще не истек. В принципе, люди относятся к этому нормально, потому что центра у нас полностью бесплатная. Чтобы россиянам не пришлось отдавать последние копейки на просрочку, с щедрой инициативой выступил депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. Народный избранник предложил супермаркетам бесплатно отдавать продукты с истекающим сроком годности. Это когда до его конца остается день. У нас на прошлой неделе в Петербурге проходили торжественные мероприятия по снятию блокады. И вот общаясь с людьми, которые еще пережили те тяжелые времена, было высказано, что, наверное, есть недоработка государства и отсутствие социальной ответственности со стороны бизнеса, когда у людей там не хватает каких-то элементарных вещей, а торговые сети сознательно дотягивают продукты до окончания срока годности. И получается, что легче выбросить, чем отдать людям. Но благотворительного энтузиазма политика красноярские ритейлеры не поддерживают. Хотелось бы, чтобы были определены четкие правила, если уже входить в эту инициативу, кто отвечает за передачу, допустим, этого продукта, кто в случае чего отвечает, если этот продукт будет, ну, человек съел, например, и у него там живот, да, там скрутило от того, что все равно разная продукция, кто будет вообще отвечать, что она будет передана день в день, употреблена потребителям день в день. В общем, много очень рисков. Красноярские депутаты уверены, что столичный коллега заботится вовсе не о бедных. Крупный ритейл весь в массе своей, он неотечественный. Мы видим заботу о крупном ритейле, да, сэкономить на утилизации, раз, получить налоговые льготы, два, об этом тоже прямо говорится. А что касается заботы о населении, ну, тут, наверное, правильно поставить вопрос о повышении реальных доходов. А доходы по статистике каждый год растут. Растет и ВВП. Об этом накануне отчитались власти. Правда, если инициативы кормить людей просрочкой звучат с трибун Госдумы, то, возможно, реально сильно отличается от цифр, которыми гордятся чиновники. Денис Козлов, Владимир Фетисов, Илья Сенкевич, 7 канал. Идем дальше. На следующей неделе красноярцам начнут приходить платежки от Красноярского энергосбыта за вывоз мусора. Оплачивать услугу через энергетиков придется жителям частного сектора, а также тех многоквартирных домов, которые подписали прямой договор с региональным оператором. Остальные продолжат получать квитанции от своих управляющих компаний. Новый пункт обращения с отходами у них появится в графе коммунальной услуги. А в платежках Красноярского энергосбыта теперь будут три строки за электроэнергию, капремонт и уборку мусора. Под взносами на капитальный ремонт будет расположен дополнительный счет квитанции с отдельным лицевым счетом, также плата за обращение стыкова. Суммы не совмещаются, она не единая. Это три платежа, которые нужно отдельно совершить каждый. Жаловаться на невывоз мусора нужно региональному оператору, но Красноярский энергосбыт также обещает передавать все обращения жителей. Если будут доказательства некачественной работы, собственникам домов сделают перерасчет. На острове Татышев возле Вантового моста откроется визит-центр со смотровой площадкой на крыше. Деревянное здание с панорамными окнами почти готово. В нем появится зона отдыха, стойка информации, кафе быстрого питания, туалеты и комнаты матери и ребенка. Будет у визит-центра и своя подсветка. Крыша здания сделана в виде амфитеатра. Летом там начнут проводить концерты с видом на Енисей и краевую филармонию. Визит-центр заработает 28 февраля. Сегодня первым его оценил глава города Сергей Еремин. Такого вообще нигде нет. Буквально ты, находясь в 3-4 минутах в центральной части города, попадаешь в настоящую природу. Но не просто, чтобы сюда прийти. Остров большой, а чтобы была такая точка притяжения. Здесь хорошо. Почти как на улице. Мы в тепле. Во время универсиада рядом с визит-центром откроется каток, этнодеревня, площадь фестиваля волшебной лет Сибири и снежный городок для празднования Масленицы. Ну а через 2 минуты о новом культурном пространстве, которое появилось в Красноярске. Там можно посмотреть картины знаменитого Зураба Церетели. Трудно ли найти в знаменитом английском городе Солсбери тот самый шпиль? И могли ли Петров и Баширов там заблудиться? Налево туристам ходить особо незачем. Разве что посмотреть на дом Скрипалей. Можно ли ощущать себя русским, имея британское гражданство? И как красноярцы обустраиваются в английской столице? Это первое, что я Сибири, это Сибирячка. И потом говорю, что я русская. Сказываются ли геополитика и санкции на россиянах в Лондоне? И как в такой ситуации вести бизнес? Такой русофобии не было никогда. О жизни россиян в британской столице на фоне санкций смотрите в специальном проекте Дениса Денисова «Наши люди Лондон» с 18 февраля в новостях 7 канала в 19.00. Важное событие для культурной жизни Красноярска. На предмостной площади откроется новая галерея. Местное отделение Российской академии художества освободило одно из рабочих помещений, чтобы оборудовать там выставочный зал. Уже в эту пятницу там пройдет первая большая выставка работы сразу Зураба Церетели. Вход в новый музей свободный. Первым с экспонатами сегодня познакомился Денис Денисов. На правом берегу стало на одно выставочное пространство больше. Здесь на предмостной площади в конце недели заработает галерея Академия. Здесь пока нет вывески, но нам одними из первых удалось побывать внутри. Сейчас в это трудно поверить, но еще недавно в этом помещении была бухгалтерия и библиотека. Пространство полностью перестроили, и от стен остались только опоры. Все для того, чтобы увеличить ощущаемое пространство. Галерея называется Академия, но это не означает, что здесь будут выставки только академиков. Я думаю, что будут выставки совершенно разных форматов. И выставки авангардные, они уже тоже в плане стоят. И выставки, посвященные соцреализму, который уже ушел из нашей истории, ушел вместе со страной. Но, тем не менее, интерес к нему есть, потому что это действительно какая-то большая веха, которая определяла вообще развитие изобразительного искусства в нашей стране. Интересная деталь, что новое помещение Российской Академии Художеств открывается выставкой ее президента, того самого Зураба Церетели. И специально по этому поводу он подарил Красноярску 25 своих работ. Несмотря на его 85 лет, это художник, который каждый день работает в мастерской. Учитывая его загруженность, учитывая, что он посол мира ЮНЕСКО, и что он постоянно ездит по всему миру. В массовом сознании Зураб Церетели почему-то воспринимается исключительно как скульптор-монументалист, но его талант гораздо многограннее. И, например, Красноярская экспозиция в основном посвящена шелкографии. Здесь есть легкая эротическая тематика, сочные грузинские образы и зарисовки кипучей тбилисской жизни. И если присмотреться, то на каждой работе можно найти вот такое обозначение. Здесь, например, 17 из 20. Это означает, что всего оттисков этой работы существует 20 штук. Все они считаются оригиналами, а Красноярску достался номер 17. Выставка уже полностью смонтирована и готовится к открытию. Оно назначено на пятницу 8 февраля. С этого дня она будет работать каждый день, кроме понедельника, в ход свободный. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал. А теперь рубрика «Правила здоровья» и заключительная серия проекта «Жизнь без варикоза», из которой вы узнаете, можно ли избавиться от варикозной болезни всего за 60 минут с помощью современных методов лечения. Спустя месяц после операции участница проекта Ольга Николаевна полностью восстановилась. Вернулась к своему привычному образу жизни и уже с нетерпением готовится к лету. Я уже подготовила гардероб на лето, в котором вновь появились юбки, платья, сарафаны. А вот это вот мое любимое. Также Ольга Николаевна рассказала, что много гуляет и старается активно проводить время на свежем воздухе. Остался заключительный осмотр, на котором врач-флеболог должен окончательно убедиться в успешности проведенной операции, что действительно на ноге Ольги Николаевны варикоза больше нет. Синечки долго держались? Я даже не сказать, чтобы я сильно заметила, чтобы они меня беспокоили, они ушли так быстренько. Чтобы оценить состояние запаянной вены и убедиться в отсутствии в ней кровотока, врач проводит ультразвуковое обследование. Сейчас я смотрю малые подкожные вены, состояние клапанов в них. На данный момент у меня все устраивает. Все великолепно сбросано. Вена запаяна на всем притяжении. То есть получается, что всего за 60 минут именно столько длится операция. Специалисты-флебологи навсегда избавили участницу проекта от варикозной болезни. Напомним, что операция участницы проекта проводилась высокоэффективным методом ВЛК – эндовенозная лазерная коагуляция. Суть ее в том, что врач с помощью энергии лазера запаивает расширенную вену. В результате чего восстанавливается кровообращение, вена полностью закрывается и превращается в жгут соединительной ткани, который в течение короткого времени рассасывается, не оставляя после себя никаких следов. Манипуляции проходят с помощью высококлассного лазерного оборудования. Процедура длится менее 60 минут и проходит под местной анестезией, а пациент все время находится в сознании. Операция безболезненная, малотравматичная и позволяет избежать косметических дефектов, что подтверждают здоровые ножки и хорошее самочувствие нашей героини. Теперь семейные велопрогулки на свежем воздухе приносят больше радости. Мама, какой ножик из-за ухи? Давай, давай, поехали. Действительно, на примере участницы проекта мы убедились, что жизнь без варикоза возможна, благодаря современным методам лечения и стараниям квалифицированных врачей-флебологов. Спонсор проекта – современная клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Лечение варикозной болезни без наркоза, разрезов, госпитализации и менее чем за 60 минут. Все анализы для своих пациентов делаются бесплатно. Клиника «Варикоза.нет». 9 мая, 51. Телефон 205-45-01. А теперь прогноз погоды на 7 февраля. Итак, завтра в нашем городе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Днем – минус 25, ночью – минус 34. На этом у нас все. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Пишите свои новости на Вайбер и Ватсап 7 канала номер 8-391-2900-333. Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. Увидимся завтра. Сначала в 12.30, потом в 19.00. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!